МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите Народные новости в студии Никита Борискин. Главная тема сегодня. Последствия стихии в числе пострадавших, как сами жители, так и целое предприятие. Снесенные крыши, оборванные провода, покорежные автомобили и таких примеров по Саранску десятки. Заседание Координационного совета по развитию конкуренции в Мордовии. В нем принял участие заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы России Сергей Пузыревский. Жители села Старый Турдак и Качкуровского района стали заложниками ситуации. Вот уже две недели без водоснабжения остаются 135 домов. Последствия стихии, которая разыгралась в столице Мордовии 2 июля. В числе пострадавших, как сами жители, так и целое предприятие. Так, на одном из автодромов сильный ветер снес крышу, разорвал провода и перевернул автомобили. И таких примеров по Саранску десятки. Обзор информации во время и после урагана в материале Марина Солонина и Станислава Семина. Страшные кадры распушивавшейся стихии стали появляться в сети еще во время урагана. Шквалистый ветер, порывы которого при грозе достигали 20 метров в секунду. Накануне прогнозировали синоптики. О чрезвычайной обстановке предупреждали сотрудники МЧС. Но то, что надвигающаяся непогода может привести к таким последствиям, не ожидал никто. Из-за обрывов проводов возникли перебои электричества и приостановилось движение троллейбусов. Горожан непогода застала врасплох, а тем, кто только ожидал транспорт на остановках, повезло меньше. В лесном массиве района Лыжный биатлонного центра оказались завалены деревьями две дачницы. Пострадавших обнаружили мужчины, которые оказались свидетелями ураганного ветра. В лесу в юго-западной части Саранской упавшее дерево ветками придавило женщину. Для ее деблокирования понадобилась помощь спасателей, которые освободили ее и передали сотрудникам скорой медицинской помощи. По сведениям, поступившим в единую диспетчерскую службу городского округа, на дворовых территориях повалено 250 деревьев. Зафиксированные обрывы линий электропередач повреждены 18 кровель. От падения деревьев получили повреждения 10 автомобилей, а также более 50 иных объектов городской инфраструктуры. Местные жители делятся фотографиями села Монастырское, улица которого больше похожа на поле боя. На автодроме одного из городских автошкол ветром срезало железнобетонные опоры линий электропередач. Столб упал на автомобиле. Деревянные конструкции размололо в щепки. Провода разорвало на клочки. С утра сотрудники автошколы устраняют последствия урагана. Ветром сорвало крышу соседнего здания. Ветер, вооружившись тонкими листами профнастила, ставил автомобили с колес на крыше. Пострадали и частные автомобили сотрудников. Осознать, что произошло, и оценить ущерб сейчас сложно. Гаражи наши пострадали. Шесть опор срезало, буквально срезало. Разумеется, электросети все пострадали, оборваны и поповреждены. Ну и здесь вот и автомобили, семи автомобилей повреждения различной степени. И автомобили новые, и БУ. Буря продолжалась всего несколько минут, но доставила массу неприятных моментов Саранску, его жителям и организациям. По всему городу идет массовая ликвидация последствий стихий. На устранение обрывов контактной сети троллейбусных линий потребовалось чуть больше часа. Сотрудники МЧС и коммунальные службы распиливают и вывозят упавшие деревья. Разбирают завалы. Восстановление поврежденных газовых сетей планируется завершить в течение двух дней. Как только последний порыв ветра закончился, стали уже работать. Но люди могут сказать, вот не вовремя, потому что очень много было и контактная сеть порвалась, и линии электропередач, и деревьев очень много поварили. Нужно было убирать в первую очередь там, где или дерево сисает на провод, или на дорогу, на тротуар убирать. Потом уже возвращались, вот сейчас мы вывозим. Так что люди все работают. Наибольший ущерб нанесен пролетарскому району городского округа и юго-западной части города. Первой целью, конечно, было центральные дороги, где у нас проходит общественный транспорт, где у нас идет прохождение массовое население, тротуары, центральные тротуары. Внутри домовой территории тоже очень много деревьев было поломано вдоль домов. Наши управляющие компании, домоправление сейчас работают, бригадами распиливают, вывозят. Городская администрация подсчитывает убытки, которые нанес ураган. По предварительным подсчетам ущерб составляет почти 10 миллионов рублей. Во время урагана пострадало почти тысяча деревьев. Зафиксировано 77 разрывов линий электропередач. Ремонтные бригады восстанавливали их всю ночь. Мы пережили третий ураган за этот год. И последний, он самый мощный такой, по разрушительной своей силе. Вот посмотрите, это лес, причем хороший лес, хорошие деревья. Их просто как спички ломало. По указу мэра Саранска были созданы аварийные бригады. Задействованы силы и средства муниципальных организаций, предприятий и управляющих компаний. 88 единиц техники и более 450 работников в составе ремонтно-восстановительных бригад. Основные последствия стихии были устранены. Но работы по ликвидации последствий шквалистого ветра в Саранске продолжаются. Марина Солонина, Ирина Семенова, Ольга Данилова, Станислав Семин, Денис Ноздрюхин. Народные новости. Владимир Путин утвердил национальный план развития конкуренции в России на ближайшие два года. Согласно этому документу, на каждом рынке должно быть не менее трех игроков, один из которых должен относиться к частному бизнесу. Разработаны конкретные меры реализации национального плана. Они обсуждались на заседании Координационного совета по развитию конкуренции в Мордовии. В нем принял участие заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы России Сергей Пузыревский. Именно он будет курировать наш регион и сейчас приехал знакомиться с Мордовией. От высокой конкуренции в любой сфере или отрасли выигрывает не только потребитель, но и экономика страны. Да и бизнес в условиях постоянного соревнования не застаивается, а вынужден двигаться вперед и развиваться. Самый наглядный пример – рынок сотовой связи. Буквально за несколько лет благодаря высокой конкуренции мобильные телефоны стали недорогими и доступными, а люди перестали экономить на связи. Так должно произойти во всех отраслях экономики. И первый шаг в этом направлении – дорожные карты по развитию конкуренции. По поручению президента в ближайшее время они должны быть утверждены во всех регионах страны. Вопросы, которые должны отражаться в дорожных картах, они связаны с развитием отраслей экономики регионов. На территории Республики Мордовия необходимо определить сферы экономического развития конкуренции. У нас есть перечень отраслей, он составляет 41 отрасль. Туда входят сферы образования, здравоохранения, социальные услуги, промышленность, транспорт, вопросы, связанные с сельским хозяйством, наружная реклама и некоторые другие отрасли. Нам предстоит из 41 отрасли выделить те, которые будут наиболее эффективны для Республики Мордовия. Таких отраслей должно быть не меньше 33. В этот список может войти и туризм, в результате чего свое развитие получат объекты наследия чемпионата мира. И это тоже хороший потенциал для развития региона. В целом же эксперты отмечают, что в экономике есть как позитивные элементы, в том числе и развитие новых производств, так и негативные. В первую очередь это увеличение сферы государственного сектора. И это проблема практически всех регионов. Это фактор, который говорит о снижении конкурентного пространства. Возможностей для частного бизнеса становится меньше и монополизируется рынок. Вторая тенденция – это невысокие уровни малого и среднего предпринимательства. Самый эффективный способ развития конкуренции – поддержка и развитие малого и среднего бизнеса. Малый и средний бизнес – это та подушка безопасности, которая обеспечивает нас в первую очередь рабочими местами. Это занятость населения, это налоги, которые получают бюджеты всех уровней и так далее. Поэтому если мы не имеем эту подушку безопасности, то экономика чувствует себя не очень хорошо. Но и картельные соглашения, сговор предпринимателей и общие повышения цен. Анализируя все эти тенденции, 21 декабря 2017 года Владимир Путин подписал указ об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции, которым был утвержден национальный план на 2018-2020 годы. В результате его реализации в стране не должно остаться сферы экономической деятельности без конкурирующих субъектов. Национальный план уже называют историческим документом, документом стратегического планирования, который в плановом порядке определяет элементы работы по развитию конкуренции на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. К 2020 году доля госзакупок у малых и средних предприятий должна увеличиться в два раза. В то же время должно произойти двукратное снижение количества нарушений антимонопольного законодательства. Нарушения связаны с земельными отношениями, нарушения связаны с предоставлением объектов имущества в пользование, нарушения связаны с рекламными услугами в части размещения рекламных конструкций на территории муниципалитетов. Республиканская служба готова сделать все возможное, чтобы снизить количество нарушений, а значит выполнить поручения президента. Евгения Кострица, Евгений Фролкин. Народные новости. В этот же день состоялась встреча главы Мордовии Владимир Волкова заместителем руководителя ФАС Российской Федерации Сергеем Пузыревским. Обсуждались этапы реализации задач, поставленных президентом России по развитию конкуренции, а также было подписано соглашение о взаимодействии между ФАС Россией и Республикой Мордовия. Сергей Пузыревский проинформировал руководителя региона об итогах расширенного заседания Координационного совета по развитию конкуренции в республике, состоявшегося с его участием сегодня в Саранске. На заседании был утвержден перечень ключевых показателей развития конкуренции в Мордовии, касающихся увеличения доли частного бизнеса в различных отраслях экономики республики. Владимир Волков подчеркнул, что регион заинтересован в развитии конкуренции при решении социально-экономических вопросов региона. Наша задача — создать максимально комфортные условия для привлечения малого и среднего бизнеса практически во все важнейшие сферы и отрасли экономики. В агропромышленном комплексе, ЖКХ, транспорте, строительстве, образовании, медицине, социальных услугах. Было отмечено, что особую значимость развития конкуренции приобрело в свете подготовки республики к проведению чемпионата мира по футболу. Сергей Пузыревский поделился с главой республики своими впечатлениями от Саранска. Я впервые в столице Мордовии. Город мне очень понравился. Чистый, ухоженный, все пропитано радостной атмосферой праздника футбола. Безусловно, у региона теперь появляются новые большие перспективы в сфере развития международного туризма и экономического сотрудничества. В ходе встречи состоялось подписание соглашения о взаимодействии между Федеральной антимонопольной службой и Республикой Мордовия. Предметом соглашения стало организация взаимодействия сторон по исполнению указа и поручений президента России, касающихся вопросов государственной политики по развитию конкуренции и приоритетных направлений деятельности субъектов России в этой части. Суть соглашения – совместная работа по развитию и защите конкуренции в Мордовии, создание условий для эффективного функционирования товарных рынков, повышение инвестиционной активности и уровня конкуренции в государственных, муниципальных и корпоративных закупках, информационной открытости органов власти всех уровней. Во время Игр Чемпионата мира по футболу в Саранск приезжали многочисленные гости. Это было серьезным экзаменом для всей инфраструктуры столицы Мордовии. Особенно много пришлось потрудиться сотрудникам гостиниц. Первым отелем мирового бренда в Саранске стал «Меркюр». Его сотрудники справились с приемом гостей и получили высокую оценку. Подробнее Вячеслав Кузьменко и Андрей Просвиркин. Многочисленные иностранные болельщики, а также сборные Дании, Португалии и Японии, которые приезжали на игры в Саранск, проживали в гостинице «Меркюр». Персонал отеля старался сделать так, чтобы игроки не испытывали бытовых проблем, а были полностью сосредоточены на подготовке к игре. И этим удалось. Высокую оценку работе сотрудников дал директор сети отелей бренда «Меркюр» в России Алексис Деларов. По его словам, игроки оставили свои автографы на мячах и благодарственные отзывы в памятной книге отеля. Наши гости оценивают на уровне более 9 из 10, а команды написали в нашей книге отзывов очень положительные отзывы. Все были очень довольны. И мне кажется, что все после этого играли с максимальной отдачей, отдохнувших, и все было хорошо. Звезда команды Португалии Криштиану Роналду жил в отеле в 607 номере. Сотрудники «Меркюра» говорят, что «семерка» на конце – это просто стечение обстоятельств. Причем номер стандартный. Звезде мирового футбола предлагали апартаменты классом выше, но Роналду от такого предложения отказался. Знакомился с нашим гордым Криштиану из окна отеля. Кстати, разбудить его болельщики не могли. Звукоизоляция такая, что посторонние звуки в помещение не проникают. Скорее всего, португалец посоветовал болельщикам отдохнуть, а не стоять под окнами. Познакомиться с культурой республики гости «Меркюра» могут и в отеле. В его дизайне отображена мордовская стилистика. Дизайн этого отеля тоже абсолютно уникален. Он сумел, именно эта специфика бренда «Меркюр», он называется «Глокал бренд». То есть он глобальный и локальный. Он глобальный, потому что их больше 700 в мире, но он тоже локальный, потому что он каждый раз старается в свой дизайн внедрить что-то специфическое города и региона. Мне кажется, что здесь это прекрасно удалось нашим дизайнерам. Господин Долоров в Саранске второй раз. Наш город ему понравился. Особенно его поразила экспозиция музея Эрди. Очень аккуратный город и очень чистый. И не все города в России именно на таком уровне. Он очень простой, очень дружелюбный народ. Меня всегда встречали очень радужно, очень красиво. И вот я могу только сказать, что мне очень понравилось. И мне кажется, народ тоже очень трудолюбивый здесь. И мы довольно легко нашли сотрудников. Игры чемпионата мира в Саранске завершились. Однако в городе еще довольно много гостей. По крайней мере, в гостинице «Меркюр» свободно лишь около 20 номеров. Вячеслав Кузьменко, Андрей Просвиркин. Народные новости. Завершающий день 1-8 финала чемпионата мира по футболу. Посмотреть на игру на Советскую площадь в Саранске пришли жители и гости Мордовии. Прогнозы атмосферы фан-феста в следующем материале. До начала матча оставались считанные минуты. На футбольном поле в Санкт-Петербурге сразились две достойные команды – Швеция и Швейцария. Предугадать победителя было невероятно сложно. И у каждого из болельщиков свои фавориты. Ты за кого болеешь? За Швецию. Значит, они фавориты. За Швецию. Знакомы больше? Свой импровизированный футбольный матч устроили и ребята на небольшом футбольном поле. Таким образом, они коротали минуты перед началом матча. Жители села Старые Турдаки Качкуровского района стали заложниками ситуации. Вот уже две недели без водоснабжения остаются 135 домов. О причинах и планах решения проблемы узнавали Ирина Семенова и Денис Ноздрюхин. 192 человека, 42 из которых дети на две недели остались без воды. Она отсутствует во всех домах. Жителей спасают лишь святые источники, которых в Старых Турдаках два. Ежедневно сюда со всего села стремятся люди с разными сосудами. Кто-то приезжает на машинах, кто-то на мотоблоках, а кому-то приходится идти пешком. Особенно это тяжело для пенсионеров, которых в селе немало. Помогает жителям водой и фермерское хозяйство, находящееся неподалеку. Один из сельчан привозит оттуда воду на тракторе и развозит по домам. Но порой на всех не хватает. Да и трактор уже не новый, периодически выходит из строя. Ну как, не может у людей возникнуть проблемы, если у кого нечем добираться и ходить. Тяжело возле дома даже. А жить надо, пить надо, готовить надо, поливать надо, стираться надо. На общем сходе сельчан заместитель главы Качкуровского района Юрий Грязнов объяснил причину проблемы. Впервые она застала жителей еще в июне. Из-за разрушения старой трубы, находившейся в эксплуатации более 20 лет, они на сутки были лишены централизованного водоснабжения. Трубы заменили, но позже проблема дала знать о себе снова. Тогда администрация обратилась к специалистам из Пензы, которые провели геофизическое обследование скважины. Они установили, что на глубине 257 метров в устье скважины находится посторонний предмет. Именно он мешает доступу воды. Предположительно, это старый насос, оставленный еще в 2006 году. Работы по его извлечению довольно затратны, и в район администрации нет средств на их осуществление. Администрации планируют обратиться за помощью к главе республики. Сроки решения проблемы пока остаются неопределенными. Минимум, если бригада встает и начинает ловлю насоса, насос, может быть, поддастся с первого раза. То есть они опустили трубу, зацепили крючком, вытащили, и насос целиком вышел. Тогда на это хватит один день. Но иногда эта процедура затягивается и на неделю, и на 10 дней, и на две недели. И не факт, что она закончится положительным результатом. Потому что труба обсадная тоже очень сильно корродирована, и одно неловкое движение может разрушить трубу, и тогда придется вообще-то панировать скважину и ее закрывать. Сейчас в старых турдаках объявлен режим чрезвычайной ситуации. В связи с этим произведен расчет суточной потребности воды. Это 3 литра на человека для питьевых нужд и 7,5 литров для приготовления пищи. Служба МЧС будет снабжать жителей необходимым количеством воды до полного разрешения проблемы. Ирина Семенова, Денис Ноздрюхин. Народные новости. 3 июля в городском пресс-центре выступил народный ансамбль мордовской песни «Лаймэня». Музыкальный коллектив на сцене уже 15 лет. Постоянно участники республиканских и всероссийских фестивалей и конкурсов. Публику радовали фольклорными произведениями мордовских и русских композиторов. Ансамбль «Лаймэня» нередко выступал и во время матча чемпионата в Саранске. Это просто чудо. Мы как будто побывали где-то в других странах, ну за рубежом где-то и увидели столько иностранцев. Для нас же это впервые, вот мне 50 с чем-то лет, я впервые очутилась вот в такой атмосфере, где иностранцы дружелюбные с нами хотят, потому что мы красиво одеты, с нами хотят сфотографироваться. Это что-то. Мы очень рады, что у нас в стране вот это произошло. Во время футбольных матчей в Саранске храмы искусства не пустовали. Какие постановки понравились иностранным гостям и что удивило в русском искусстве? В городском пресс-центре на эти вопросы ответил директор музыкального театра имени Яушева Владимир Шарапов. При выборе репертуара для иностранных гостей опирались на русскую классику, известную во всем мире. Именно с этого началось выступление Владимира Шарапова. За время игр чемпионата в музыкальном показали оперы «Пиковую даму» Чайковского и «Мадам Баттерфляй Пучини». И, конечно, балет, который, кстати, стал самым посещаемым для иностранцев. Что-то приятно удивляло, а что-то приводило в недоумение. Интересно они воспринимали это все. Единственное, что некоторые вещи для них, конечно, были непонятны, как, например, балет Родиона Щедрина «Конек-горбунок». И они все очень долго ломали голову, как же это вообще перевести. В итоге они нам перевели «Маленькая горбатая лошадь». Тем не менее, интерес к русскому храму искусств был особый. К примеру, на оперу «Мадам Баттерфляй» в основном приходили японцы. Что касается посещаемости, 20-30% зрителей составили иностранные гости. Впрочем, и сами болельщики удивили театр. Перуанцы просто удивили. Они зашли и говорят, а где у вас тут прокат смокингов? Мы сначала так не особо в курсе, какие смокинги. У вас дресс-код, в театр же нужно ходить только в смокинге. Я говорю, нет, для вас специально мы сделали исключение. Вы можете в обычном, в том, в чем вы ходите, только не в шортах. Да, пожалуйста, прийти в театр. За что они нас поблагодарили. Сказали, что вот, Россия молодцы. Нас не обязала в смокинге одеваться в театр. «Мундиаль» повлияла на искусство. География гастролей для работников театра расширяется. Сейчас ведутся переговоры о совместных проектах с Аргентиной и Колумбией. Большой интерес и у зарубежных стран к русскому искусству. В Тунис заинтересовались представители посольства, выходили на нас. И уже, может быть, на следующий год их заинтересовал наш симфонический оркестр с концертной программой, симфонической музыкой. Вполне возможно, пока мы в стадии таких переговоров находимся. 82-й театральный сезон завершился с последним матчем в Саранске. Но после чемпионата музыкальный театр продолжит радовать своих зрителей. Уже осенью на сцене представят балет «Кара Караева. Семь красавиц». Кристина Марценюк, Сергей Соколов. Народные новости. На этом все. Далее прогноз погоды и передача «Тревожная кнопка». В студии был Никита Борискин. Увидимся на НТМ. Далее прогноз погоды и передача «Тревожная кнопка». Далее прогноз погоды и передача «Тревожная кнопка».